дорогие друзья здравствуйте сегодня немножко покажу вам как я выращиваю свои фиалки значит самое первое на что я хочу обратить ваше внимание что основная часть моей коллекции фиалок растет на фитильном поливе на верхнем поливе я выращиваю только трейлеры в больших кашпо и также на верхнем поливе у меня растут те фиалки которые я только недавно пересадил а вот поливаю я их с поддона вот сюда наливаю водички и как только увижу что вот здесь вот появляются корешки сразу переставляю фиалки на фитиль значит грунт какой я использую грунта если я хочу очень быстро вырастить какую-то какой-то отдельные сорта до какую-то отдельную фиалочку я использую верховой торф агробалт с пенопластовыми шариками если же мне спешить некуда вот как вот здесь вот ну там некоторые еще то мои фиалки растут в чистом торфе значит те фиалки которые растут в составе грунта торф плюс пенопластовые шарики они у меня на фитильном поливе стоят без просушки те же фиалки которые растут на фитильном поливе в чистом торфе я между поливами делаю просушку вот конечно в чистом торфе мне нравится больше как себя чувствуют фиалки но там заморочнее вот знаете вот нельзя спешить если поспешил на фитильный полив поставил то может начаться сосудистый бактериоз то есть нужно соблюдать вот эту постепенность да ни в коем случае не ставить раньше времени на фитильный полив только пересаженные фиалки с пенопластовыми же шариками можно немножечко забежать наперед вот смотрите я недавно вот трейлер пересадила и я сразу же поставила вот это кашпо с таким вот кустиком на фитильный полив вот этот стартик это сорт вата лиса здесь меня фиалка растет в горшочке семерка в чистом верховом торфе агробалт значит поливаю я ее ну с поддона до наливаю вот в эту емкость водички и через фитильную нить фиалка пьет воду значит вот уже я вижу что корни появились на дне стаканчика да они вот уже выпрыгивать начинают с дренажных отверстий и вот здесь вот можно уже пробовать ставить эту фиалку на фитильный полив значит если выращивать фиалки в чистом верховом торфе нужно подбирать фитильную нить вот акриловая нить для тех фиалок которые вот растут в чистом торфе она слишком влагоемкая вот нужно что-то другое я вот покупала вот такую вот нить это капроновая нить она тонкая вот неплохо но есть минус у этой нити она пересыхает вот пересыхает особенно если фиалки фитильные сами вот фитильные емкости высокие да и чуть ниже уровень высоких емкостях опускается и вот эти фитильные нити они могут запросто пересохнуть но тут же есть и плюс допустимо в чистом верховом торфе корни у фиалок они более такие толстенькие крепкие живые и в общем-то поливаешь фиалку и ну не отмирают корни вот так детки у меня в основном растут на капиллярных матах здесь тоже как вы видите в чистом торфе растут и спина пластовыми шариками в общем то тоже все зависит насколько я быстро хочу вырастить тот или иной сорт здесь вот тоже листики с детками на фитильном поливе при хорошем освещении черешки не вытягиваются и сами фиалки не тянутся возможно есть какие-то сорта которые склонны до вытягивать черешки листочки вот но все-таки их очень мало этих сортов и если освещение хорошая то такой проблемы не не бывает вот смотрите все розетки плотные никаких вытянутых стволиков никаких длинных черешков фиалок нет несмотря на фитильный полив